Транспортный коллапс Как складывается ситуация на приграничной территории Россия-Казахстан 85-летию региона посвящается В библиотеке семейного чтения Провели квест-игру по краеведению На шаг ближе к мечте Бийский боец Эльмар Гасанов одержал победу В дебютном поединке ведущей российской лиги профессионального ММА Начнем выпуск с происшествия В Бийске прямо на линии сгорел трамвай уникальной марки КТМ-19 К счастью, из пассажиров никто не пострадал Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю В Бийске в районе котельного завода произошел пожар в трамвае Который следовал по маршруту Пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство Еще до приезда спасателей На месте работали две пожарные автоцистерны А также 10 человек личного состава Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров Предварительная причина вчерашнего сгорания трамвая у котельного завода Это возможное короткое замыкание Никто из передвигающихся в вагоне пассажиров не пострадал Все были оперативно выпущены из трамвая Пожарные части сработали, потушили вагоны На данный момент специалисты комиссионно уже разбираются в детальных причинах произошедшего Инцидент с возгоранием трамвая заставил некоторых бейчан усомниться в безопасности этого вида транспорта Мы решили узнать, готовы ли жители города отказаться от трамваев И боятся ли они на них ездить У нас и машины горят, и автобусы Теперь чего? Нет, не боюсь Я вот сюда приехала на трамвай Ну такой инцидент раз в сто лет случился и что? Не так трясет, но он просто, как это сказать, ближе к дому подходит Сейчас вот тем более похолодание, уже отопление у них включили, вообще тепло, хорошо То, что вчера пожар был, как-то, ну, наверное, старый трамвай Ну, бывает и в автобусах, и везде, что не исключено Старые трамваи, они еще советского выпуска, и поэтому более надежные Тарифы ЖКХ поднимут на 9% уже с 1 декабря 2022 года Очередная индексация пройдет на 7 месяцев раньше запланированного Это станет уже вторым увеличением в этом году, после июльской индексации на 4% При этом, как сообщает Минэкономразвитие, следующие полтора года до июля 2024 года ставки подниматься не будут Нынешнюю индексацию объясняют необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры И тем, что в последние годы повышение было ниже уровня инфляции Алтайский край выполнил около половины плана по частичной мобилизации Об этом заявил глава региона Виктор Томенко Он также отметил, что все возникающие вопросы, связанные с мобилизацией в крае, решаются в оперативном режиме Совещание проводится ежедневно По заверению губернатора, призыв в регионе проходит в плановом порядке Ежедневно в Омск отправляют группы мобилизованных И сегодня в военную часть из нашего города было направлено еще 22 человека в рамках частичной мобилизации Их провожали представители городской администрации, а также родные, близкие и друзья Почти 100 тысяч россиян, среди них есть и жители Алтайского края Уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации Из-за желающих покинуть нашу страну на приграничной территории образовался транспортный коллапс На сегодняшний день затор, правда, уже не столь серьезный Наша съемочная группа побывала в приграничной зоне и оценила ситуацию своими глазами С пограничниками разговаривал, уже за утро прошло около 700 машин из России Алтай, Омск, Новосибирск, Красноярск и даже Москва Огромный шлейф из машин с номерами самых разных регионов Скопился в прошлые выходные в районе Веселоярска, Рубцовского района У границы России с Казахстаном Соотечественники экстренно покидали страну Если в понедельник, 26 сентября, длинный затор из машин на приграничной с Казахстаном территории Составлял около полутора километров То сегодня ажиотаж поубавился и не превышает 300 метров В очереди уже не сотни, а десятки машин Тем не менее, даже такое количество нетипично Еще неделю назад дальнобойщики, водители грузовиков и легковых машин Пассажиры не дольше двух-трех часов коротали время в пробках После объявления в России частичной мобилизации время ожидания увеличилось в разы Как давно стоите здесь? Ну, ночью приехали, два часа ночи То есть это уже приличненько? Ну да Сколько? 8 часов? 8-9? Ну, где-то так Это впервые такая ситуация или так стояли уже? Не впервые Как вообще в целом реагируете на конфликт между Россией и Украиной, вот как гражданинами на Узбекистан? Вроде бы еще относительно недавно все были одной большой страной Ну, политика я не понимаю, но как бы, ну, основной мы работаем в Россию, да? Ну, поддержку России, конечно С двух часов ночи я здесь стою Ого, это прилично, в пробке Да, ну да С двух ночи А продвигалась она как-то или вот как встали? Сначала стояла, стояла, потом поехала Есть какое-то чувство, я не знаю, тревоги там, еще чего-то? Да, мне кажется, она у всех есть какой-то небольшой Были нас слышали, что на границах ажиотаж, что там от мобилизации некоторые там? Нет, не было, я думал быстрее Думал, быстрее будет А вы где живете? В Кемеровской области А вы в гости поехали? Вы сказали, ненадолго, это две, недели три Нет, меньше недели С 21 сентября в Казахстан уехало 98 тысяч россиян Из них свыше 64 тысяч выехали за пределы республики Тем не менее, рынок недвижимости успел отреагировать Стоимость аренды взлетела в несколько раз Легче тем, у кого есть в Казахстане родственники Я решил поехать, увидеться с родственниками Я жил в Казахстане 10 лет 18 лет, 10 лет жил в России Вот сейчас вот хоть хотелось вернуться Вроде бы в Алма-Ате сильно дорогие квартиры сейчас А я вот с пригорода буду родственникам жить Вы подлежите им мобилизации? Нет То есть у вас пока категория не А? У меня не А, я работаю в этой компании У меня есть высшее прозвание На границе и семья из Казахстана О непростой обстановке в России они знают не понаслышке Их сын житель Российской Федерации Сыну уже 37 пока, он сейчас и броню ему дали Он там на работе Ему броню пока дали, выдали Ну а так Он с чем занят? На заводе работают В заводе? Да Который ходит в оборонный комплекс? Да, в оборонный комплекс Мы нормально переживаем, как и все россияне Все, конечно, переживают за своих сыновей Естественно, переживают В Казахстане к россиянам очень хорошо относятся Я бы сказал, плохого нету такого Казахстанский народ гостеприимный На территории Казахстана россияне могут находиться до 90 дней Для пребывания свыше этого срока нужно получить вид на жительство Или временную регистрацию на основании трудового договора В интернете пишут о том, что уже в октябре для въезда в Казахстан Может потребоваться заграничный паспорт Но пока официальных решений на этот счет нет При этом власти республики обещают оказать помощь приезжим россиянам В плане безопасного пребывания в их стране Но добавляют, никаких преимуществ граждане России не получат К слову, если россиянин получил повестку и уехал То на территории России его ждет уголовная ответственность Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Будние Далее реклама, не переключайтесь Гипермаркет низких цен Маяк на Казанцевых 58 Креветка Королевская 499,90 Ментай 114 рублей Масло злато 109,90 Маяк на Казанцевых 58 По-настоящему низкие цены Мечтаешь работать на камеру? Брать интервью и быть в эпицентре событий? Видишь острые темы? Борешься за справедливость и умеешь добиться своего? Тогда ты наш человек И мы ждем тебя на должность тележурналиста Бийского телевидения Среди бонусов молодой коллектив, достойная зарплата А главное, отличная возможность карьерного роста Звони прямо сейчас в редакцию новостей Бийского ТВ Сегодня в юбилейный день рождения Алтайского края В библиотеке семейного чтения провели квест-игру Они показывали свои знания по истории родного региона Такие мероприятия очень нужны Потому что воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма Чувство гордости за свою малую родину Насколько мы знаем, без прошлого нет будущего И историю Алтайского края знать необходимо Школьники были поделены на две команды Они выполняли задания, двигаясь по следующему маршруту Страницы истории, геральдика, знатоки природы, география Известные люди и спортсмены Алтайского края Например, участникам нужно было сказать Какой пионерлагерь находился в Белокурихе Во время Великой Отечественной войны Также школьникам приходилось соотносить различные гербы С названиями городов Алтайского края За правильные ответы юные краеведы получили буквы и цифры Из них они составили шифр, с помощью которого нашли главный артефакт Ключ и победу в этой борьбе одержала команда девочек Некоторые вопросы были очень трудные Например, посредний вопрос Там он был задан так Кто проезжал мимо Алтайского края? И мы не знали Наша команда не смогла победить Но мы не расстраиваемся Потому что главное не победа, а участие Решили отойти от стандартов Сотрудники Барнаульского зоопарка записали рингтоны с голосами животных Зачем и кого именно, расскажем далее Грозный и могущественный Так звучит настоящий царь зверей Лев Алтай, который на днях отметил свой день рождения, ему 11 лет И натолкнул одного из сотрудников зоопарка на создание необычных рингтонов Кстати, поговаривают, что местные работники уже установили рычание Алтая на звонок другого царя зверей Руководителя лесной сказки Сергея Писарева Наша маленькая ворчунья, сурикат гуся Это она требует внимания от наших работников Мы крайне недовольны, когда они проходят мимо, они заглянут к ней, не почушат ее ножки А еще гусята, курицы, цыплята, ворчание леопарда Елисея И любовное послание ослицы Маши своему избраннику Пока 8, если можно так выразиться, мелодий на звонок, смс-будильник Наверняка многие подумают, так себе просыпаться под кряканье уток А вот сотрудники зоопарка уверяют, что спрос на рингтоны уже есть Очень часто от наших подписчиков и от наших гостей Мы получаем информацию о том, что их утро начинается с наших публикаций С постов о наших животных, с видео, с фотографий И, конечно же, многие из них с огромным удовольствием приняли от нас такой подарок И уже установили себе на будильнике вот эти мелодии И гораздо проще просыпаться и задавать положительное настроение на день Под звуки своих любимых животных Будут и другие рингтоны Однако, говорят сотрудники зоопарка, не так просто подловить животное А ведь звучание должно быть не злобным, а доброжелательным Кстати, в социальных сетях люди уже пишут, что очень ждут петуха на будильник И зебру Васю, но он не особо разговорчив Добавим, что рингтоны с голосами обитателей зоопарка в свободном доступе Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов, Будни А теперь к новостям спорта Доказал, что движется в правильном направлении Воспитанник клуба смешанных единоборств Спарта Эльмар Гасанов Одержал победу в дебютном поединке Ведущей российской лиги профессионального ММА Не так давно бийский боец подписал контракт с ACA Подробности расскажу вам далее Они отправлялись только за победой И вот она Бийский боец Эльмар Гасанов уверенно дебютировал В одной из ведущих в мире организаций профессионального ММА На турнире, который прошел в Санкт-Петербурге Эльмар Гасанов встретился с соперником из Хабаров Евгений Ерохин опытный боец-профессионал Уверенно шел в лиге и занимал восьмую строчку В рейтинге сильнейших полутяжеловесов России Очень серьезный соперник Это, наверное, самый сильный соперник, который у нас был За и любительскую карьеру, и профессиональную карьеру Такой самый титулованный, самый опытный То есть у него большое количество поединков По 30 поединков уже профессиональных Именно профессиональных Очень опасный То есть под него мы выбирали особо тактику Потому что у него 18 побед нокаутом То есть спортсмен такой бьющий И много досрочных поединков выиграл именно нокаутом Спортсмены продержались все три раунда Бой длился 15 минут По словам тренера, именно тактика, которую выбрали заранее И помогла Эльмару одержать верх Тем самым Гасанов прервал солидную серию соперника из 14 побед Очень-очень рад, что успешно все прошло Эмоции вообще другие На таком уровне приехать Там все по-другому Тебя встречают Просто столько народу Ринг другой Серьезно, вообще эмоции другие Слышу, прошел турнир Гасанов одолел Ерохина То есть уже начинают говорить об этом Ну и да, когда это тоже, ну, больше заводит Хочется еще больше Ну то есть не хочется на этом останавливаться Шесть побед и ноль поражений Рекорд Эльмара Гасанова в профессиональном спорте Контракт, который заключил бейчанин с лига ACA Рассчитан на 27 месяцев Один бой позади, впереди еще пять Медленно, но верно Гасанов движется к заветной мечте Он хочет завоевать главный пояс И стать лучшим полутяжеловесом ММА в России Кристина Мелехова, Иван Зяблецкий, Будни А теперь о погоде Спонсор прогноза Компания Теплэка Компания Теплэка Единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей На основе кварцевого песка высокой степени очистки Теплэка работает по принципу русской печи Быстро нагревается, а затем Долго отдает тепло При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород Абсолютно пожаробезопасен Выбери свой обогреватель Теплэка Приобрести его можно в городе Биск, улица Мопровский переулок, дом 36 Город Барнаул, улица Папанинцев, 109 Пожизненная гарантия Включил и забыл 29 сентября в Биске будет пасмурно Возможен слабый снег с дождем Ветер западного направления слабый Влажность воздуха высокая Атмосферное давление вечером будет тоже повышенным Возможно умеренная магнитная буря Значительно похолодает Ночью плюс 2, плюс 4 Днем плюс 3, плюс 5 Что ж, это все новости на сегодня Всего доброго, до новых встреч в эфире Напоминаем телефон нашей редакции 313-507 А также ищите нас в соцсетях Счастливо, еще увидимся Редактор субтитров А.Семкин